друзья мои всем привет привет из канады как вы думаете где мы сегодня находимся мы находимся возле магазина и и чем в котором очень большими буквами на витрине написано сейл распродажа до 50 процентов и действительно распродажи очень много но вы знаете я знаю что в личным на распродажу выходят вещи в каждом магазине разные то есть вот у них нет такого что допустим как заре что по всех магазинах одинаковая распродажа одинаковые вещи выходят на распродажу на веб-сайте тоже а вы чины может быть в одном магазине это вечно распродажи в другом висит за полную цену на веб-сайте тоже не на распродаже ну в общем поэтому то что я нашла на распродаже в этом магазине не обязательно что это будет везде но есть много вещей которые конечно одновременно выходит на сел в разных магазинах поэтому я думаю что часть вещей которые я нашла они будут и в других магазинах тоже сначала я вам покажу такой совсем небольшой легкий обзор магазина что там появилась нового это не вещи с распродажи распродажи я буду примерять в примерочной в этом же видео через несколько минут а в магазине вот много чего интересного нового такая вот юбка сетка блестящая ну понятно что это не для всех и это такой немножко пляжный наверное вариант надевать на на купальник или вниз можно надеть какие-то джинсы может быть или какие-то тонкие брюки в общем много всяких плетеных сумочек много ярких вот таких розовых расцветок зеленых вот такие вот очень очень яркие цвета вообще вычины этим летом в этом сезоне просто зашкаливает градус яркости и это замечательно симпатичные шляпы я кстати очень часто раньше когда-то всегда примеряла шляпы вычины но в этом магазине не как-то что-то зеркалами плохо я хотела примерить пару шляпок но не нашла зеркало плохо искала наверно много аксессуаров вообще вот какие-то корзинки плетеные обувь такая летняя яркая золотистая серебристая очень много купальников почти что нет украшений я не знаю вот напишите мне как у вас ваш ваша в чинем где он есть у нас практически пропали украшения вычины и на веб-сайте вот я что даже не посмотрела надо будет проверить на самом деле в магазинах раньше было очень много украшений потом они стали какие-то совершенно неинтересные скучные такие не не на что было даже посмотреть а сейчас вот во всяком случае в этом location в этом магазине там практически может быть есть несколько пар сережек каких-то какие-то цепочки и все обуви тоже не очень много сумок не очень много в основном конечно одежда но кое-что вот имеется я вам снимаю по мере сил показываю ну такой летний ассортимент в общем особо не не сильно отличающийся от прошлого года мне кажется единственно что все стало очень ярко еще ярче в этом сезоне этим летом прямо все такое вырви глаз и очень красивые яркие цвета ну и замечательно прекрасно вот платочки в общем есть на что посмотреть купальники кстати тоже очень ярких расцветок вот немножко поясов ну и пойдемте в примерочную девочки дорогие всем привет из примерочной я набрала много вещей с распродажа здесь невероятная вычлены у нас распродажа вот эту юбку вы помните я один раз ее примеряла вернее пыталась примерить но у нее не растягивался не растягивалась молнии мне не удалось но сегодня я наверно мне удастся вот такая юбка тоже очень красивая в общем брюки пиджаки и платье интересное в общем короче я вам сейчас все 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 покажу неожиданно все вышло на распродажу как ни странно хотя эти вещи из в общем-то летней коллекции а сейчас только начало лета но в h&m тоже в каждом магазине распродажа своя и разная поэтому то что у нас вот здесь на распродаже я даже думаю что в другом магазине будет возможно и не будет на распродаже и эти вещи были довольно дорогие может поэтому их не купили поэтому они как бы вот стали как интереснее заметила что мне палец трудности съемки поэтому они их не распродали наверное поэтому они вышли на сейл сейчас значит я показываю свой outfit я хочу сказать что у нас вдруг стало опять холодно вообще у нас весна конечно то жара 30 градусов то вот каких-нибудь 15 градусов вроде бы как не очень холодно но ветер сумасшедший поэтому на мне вот такое вот платье легкое в общем длинным рукавом но оно тонкое и на мне вот такой вот видовый жакет и вот такие вот туфли в общем я сегодня все такая цветная цветная расцветастая совершенно все мне такое красно в красных каких-то тонах у меня сегодня а украшение а я даже не знаю но мне ничего такого нет вот серьги у меня есть люблю их очень и кольцо мое дурацкое которые очень многие ругали но я его все равно люблю потому что она большое и дурацкое все давайте будем примерять еще хочу вас спросить такую вещь каких это пор примерочный муж как здесь грязно не смотрите но это я чуна каких-то пор примерочные перестали ставить какие-то пуфики или стулья вот раньше всегда был такой пуфик когда нужно было поставить сумку положить свою одежду последнее время я где не снимаю вот нигде уже нету вот этих табуреток в примерочной но я хочу сказать что это в том шопинг-центре в котором я снимаю мне кажется что их просто все стыдно здесь такое место я просто здесь работаю неподалеку но здесь очень большой очень большой шопинг-центр девочки которые в канаде это миссис аграрского ну и вы знаете наверное что здесь очень много людей разных все давайте примерять на мне костюм первый который мне очень нравится девочки я сейчас расскажу страшную историю специально для примерок я взяла с собой свой черный туп из юникло потому что вы видели что я пришла в платье я положила его в машину с тем что я когда приду в магазин я возьму его с собой он будет у меня в сумке и я смогу с ним примерять всякие пиджаки открытые какие-то вещи чтобы не светить своими лифчиками тут я забыла в машине потому что у меня когда я садилась в машину я нашла записку у меня вот эти вот щетки которые моют переднее стекло что один из моих сотрудников написал мне что я случайно стукнул твою машину я позвони мне по такому-то телефону если надо я заплачу тебе за ремонт а я уже сидела в машине значит я выскочила из машины стала искать где что в общем короче ничего не стукнули общение он чуть-чуть слегка задел дверцы своей мою машину и он так испугался решил что у меня там какой-то ужасный дэмэдж причинил в общем короче я так разволновалась разнервничалась я позвонила ему присуши ничего нету как все-таки нормально все он когда-да я так извиняюсь ничего нету на машине вообще короче я так разволновалась что забыла все девочки про свой труп который мне в машине приехала сюда очумевшая совершенно это мои как бы экскьюзы истории мои сопутствующие примерка так короче я хочу сказать что вот этот костюм он бесподобно шикарный мне очень нравится мне ужасно нравятся брюки и пиджак я не могу его расстегнуть потому что у меня нету топа никакого вообще вообще никакого я может быть вот так вот под расстегну и буду здесь держать но какая же я какой же я не родила блогер я хочу просто показать как сделаны хорошо так давайте так хочу показать как сделаны эти брюки они очень симпатичны очень красиво сделаны шикарно нам не сидим на распродаже и стоит совсем немного как я люблю брюки такого фасона мне прямо не очень нравится прямо очень очень классно знаете только не могу понять это костюм или нет потому что они очень похожи по цвету эти брюки и пиджак и брюки и пиджак написано что здесь смешивая ткань с сольном как это сказать смесь смешивая ткань с сольном короче они очень похожи единственное что немножко другая мне кажется что брюки немножко потоньше может потому что пиджак имеет подкладку а брюки нет но они очень классные я щас вам все-таки покажу посмотрите как хорошо они сделаны какой они хороший фасон как они мне хорошо по длине какой приятный цвет какой приятный размер классный значит пиджак вот такой вот в нем 68 процентов из козы и 32 лен вот в этой вот верхней части а подкладка к сожалению стопроцентный полиэстер но тем не менее стоит он всего лишь 30 долларов сейчас он стоил долларов 60 по моему и это был размер смол вы представляете какие они большие оверсайзные эти пиджаки и он вот так вот на двух пуговицах застегивается ну вот в общем две пуговицы уже как же я буду примерять все липки короче я так расстроена девочки что я забыл свой топ и ничего не взяла здесь к вам то что я была уверена что у меня есть с собой топ в сумке я его забыла в машине ну в общем вот такой он такой бледно-бледно ментолового цвета практически цвет не передает ну что-то как будто бы кажется что он серый или какой-то бежевый но он чуть-чуть такой ментоловый очень красиво так брюки 56 вискоза и 44 лен я вот почувствовала что они немножко разные по качеству что это был что пиджак по цвету они очень похожи на качество немножко другой потому что здесь больше льна в брюках чем жакете видео но на вид вообще цвет совершенно тот же такой им знаете очень пастельный цвет и они сейчас стоят всего лишь 20 долларов а стоили 35 значит это был американский 12 размер у них еще сзади вот здесь вот немножко такая резинка на талии небольшая очень хорошие брюки здесь вот у них такие складочки и они очень нравятся единственное что девочки я пытаюсь сейчас немножко скинуть мест я себе сказала что я не буду ничего покупать потому что я должна похудеть потому что вдруг я похудею и мне потом все эти вещи будут велики да короче я напрасно сняла эти брюки потому что у меня есть еще один жакет ярко-зеленый цвет я по-моему что-то подобное примеряла сейчас размеров очень мало осталось это смол он не маловато мне бы надо было бы медиум наверно потому что в отличие от вот этого он такой более маленький я померял такой оранжевый с оранжевым платьем помните как-то здесь я примерялась и я хочу сказать что мне не очень нравится ну как побегу мне маловато во вторых вам какой-то я не очень люблю вот эти фасоны мне почему-то намного больше нравится вот такой двугорный жакет здесь написано на нем тоже что он смеслено с чем-то я сейчас посмотрю с чем но он вообще не похож на то что у меня есть какой-то лен хотя может быть я и не права ну в общем неплохой жакетик но он не маленький он тоже есть на распродаже и он стоил по-моему 50 долларов сейчас он 25 вот сейчас посмотрю точно и посмотрю его состав так в нем 70 процентов вискоза и 30 процентов льна нет есть есть в нем лен ну и подкладка полиэстер он стоит 25 стоил он 55 это американских 50 я путаю не цены с этими американскими долларами или канадскими я все смотрю в канадский потому что живу я в канадских и зарплату я тоже получаю в канадских долларов поэтому мне важно как бы цена в канадских но сейчас он стоит канадских 25 долларов и очень красивый цвет бесподобный я помню что они все были вот такие яркие желтые оранжевые по моему в прошлый раз я примерил синий вот такого же типа вот сейчас зеленый вот этот прям такой травяной он очень красивый это же размер смол и он мне конечно немножко нового кстати брюки еще раз померила еще раз на себя посмотрела я поняла что они немножко великоваты потому что это все-таки 12 размер а мне в принципе 10 вот сейчас от этого не было видите это 12 они великоваты в талии и вообще везде как бы если я еще похудею это знаете как считается очень большой ошибкой покупать вещи на похудение то есть мне вещь маловато и я ее куплю и буду в нее худеть точно так же большая ошибка покупать вещь который тебе великовата потому что может быть ты растолстеешь а может быть нохим короче девочки вы меня поняли вещь надо покупать которой точно по размеру иначе это будет валяться ничего не будет носиться так примеряю вот эту юбку она прекрасно красивая я по-моему синюю примеряла похоже нет синяя была в прошлый раз я примеряла она была ровная гладкая и внизу у нее было сделано вот это вот вышивка а здесь она по всей по всему по всей длине вот так вот сделано внизу есть подкладка сверху она на резинку сейчас я вам покажу как-то опять же сильно не оголяясь ах ворона я видите вот здесь вот резинка сверху и вот такая она вся по длине не очень красиво сделано она знаете не просто как папа начальник а у нее красиво сделано вот здесь вот складки теперь я вам открою страшный секрет страшный секрет это размер экстрасмола ну то есть другого не было в магазине я решила рискнуть потому что я размерный авантюрист я примеряю на себя все абсолютно от экстрасмола до 2x large потому что я так себе приложила талии посмотрела что резинку и подумала что я смогу надеть на себя кстати на ней нет ни цены и ничего мне кажется что она из я даже не уверена что она на распродаж но она очень красиво и с этим жакетом кстати вот такой вот желто-белый с таким вот травяным зеленым таким ментоловым очень красиво выглядит смотрите как здорово короче экстрасмол я могу на себя надеть будет чуть-чуть маловато экстра экстра лайф будет оверсайз ну если я джакет этот смол примеряю ну вы понимаете да видео наверно был бы лучше он как-то немножко ну знаете с брюками было нормально а вот с этой юбкой потому что она такая довольно объемная здесь сверху и он как-то мне немножко так вот чуть-чуть здесь узковать вот состав ее стопроцентный хлопок и подкладка стопроцентный полиэстер но это было понятно даже видно чувствуется подкладка это сделано из да с полиэстера прям сразу видно а сама юбка конечно очень красивая и и вот нет на ней ни цены ничего вот такая вот висит только вот такая маленькая бумажка и больше ничего нет все наверно все наверно оторвалось видео экстрасмол представляете она действительно такая узенькая вот здесь вот в талии как только я свой пингвине тело в втиснула я даже не представляю очень хотелось померить втиснула как-то померяю эту юбку ну с этим жакетом вообще ничего не понятно я вам хочу сказать это попытка номер два в прошлый раз я не смогла расстегнуть замок и надеть ее на себя в этот раз я смогла и мне даже подходит размер единственное что она немножко такая она здесь на поясе много-много складок от пояс получается немножечко как баба на чайник заслонюсь телефоном вот так видите получается такая трохи баба на чайник для худеньких нормально а для меня я и так как баба на чайник сама еще с этой юбкой конечно она очень красивая я думала это карманы это дырка она очень красивая но это наверное не мой вариант я в ней какая-то матреха прям такая здоровая я вам про нее рассказывала в моем прошлом влоге из и чинэм ну кто не видел я вам расскажу что она сделана здесь написано 50 процентов органических лобок но состав написано 100 процентов лобок потому что это означает 50 процентов органических 50 процентов обычный это же самая подкладка то есть она вся сделана из хлопка юбка и подкладка что конечно хорошо но она и стоит даже сейчас на цели она стоит 35 долларов а стоила на 75 и это 10 размера все что мне нужно тому размер в общем-то начинай и она конечно обалденно красиво это юбка но буду ли я часто носить не знаю очень она такая знаете яркая и такая ну когда обязывающие что узнать хотя красивые конечно черное платье но не просто платье вот какое платье честно сказать мне очень нравится я знаю это странная вещь не знаю это вещь которую я не буду часто носить если вообще когда-нибудь надела она мне чуть-чуть великовато в принципе чуть-чуть она была поменьше вот как-то так если бы она была вот так видите я такой здоровый кусок зажала то я прям подумала прямо потому что мне так нравится вот это вот я обожаю вещи с бахромой и вообще вещи вот такие вот необычные странники очень люблю но она не перглашло я чуть-чуть хотя в принципе не критично то очень такое своеобразное как бы не везде его можно носить не всегда его можно надеть ну как бы не к любому случаю хотя она черная за счет этого она как бы получать в немалистичная бац вот такая вот вот такая вот вот прямо прямо испанско-мексиканская такой вариант мне пока станет если вы же было красным неба к станет и я бы вообще пустил бы в пляс и еще один момент с бахромой у меня есть несколько вещей с бахромой этот я их люблю но это очень такая 33 кивилищ как это называется у нас потому что вот эта бахрома она запутывается везде она может застрять в дверце машины она может застрять стуле на котором вы сидите и вы потом будете выдирать у меня есть такая такой топс бахромой вот так вот по низу он такой вот это длинный с джинсами я вношу и у него бахрома где-то до колена и на рукавах тоже бахрома в общем что вам сказать девочки это конечно это это челлендж его носить потому что каждый раз я когда куда-то прихожу я кого-то обнимаю эти все рукава в бахромой сопутываются волосами девушек с которыми я обнимаюсь все это макается мне в тарелку мажется в торты и в соусы и в разные бокалы с шампанским в общем то еще удовольствие но эффектно бахрома эффектная очень вещь единственное что с ней ее не трудно носить в общем так еще я принесла вот такой жакетик он тоже на селе немножко зимний такой но в принципе на весну на раннюю нормально и даже на позднее у нас сейчас смотрите я пришла в чем ну так в таком тоже запросто можно сейчас ходить ну вот с этим платьем она не очень потому что платье такое фестиваль на мексиканское испанское испанно мексиканское а жакетик такой деловой в офис в нем ходить знаете такое знаете ну в принципе мне захотелось его примерить мне было интересно симпатичненький он распродажа довольно красивого такого такого красивого красивого оттенка есть немножко с люрексом неплохой я еще потом посмотрю сколько он стоит но я скорее всего не буду потому что у меня несколько есть такого типа такого цвета так что мне не нужно в принципе но так сам по себе он очень неплохо так жакет весь полностью все полиэстер и вверх и низ стоит он 40 долларов стоил 75 что-то дороговато полиэстера ну ладно за люрекс беру цену наверно медиум размер но он такой маленький такой знаете такой компактный но я хочу сказать он сильно очень хорошо только в стиле шанель и красивый красивая такая красивая ткань такая немножко с люрексом но не похабанный такой люрекс вам в лицо узнаете а такой очень нежный люрекс хорошая такая торочка плечики вставлены в общем симпатичный жакетик мне просто не нужен казалось же что жакетик не нужен я подумала что мне вообще нужно мне вообще ничего уже давно не нужно меня кстати девочка 1 в комментариях недавно спросила почему Я давно не показываю свои покупки, и я как бы ничего не покупаю в последнее время, что-то мне ничего не покупается, не знаю, мне мне особо ничего не нужно, шкаф переполнен, ну и вообще я не покупаю как бы за полную цену, распродажи летние еще не начались, я не покупаю, когда это полная цена, мне в общем есть что носить. Так, лирическое отступление закончено, переходим к платью, 70% вискоза, 30% лен в нем, размер медиум был, он не такой большой, но почему-то он большой, значит стоило оно 65, сейчас оно 133, хорошо сделано, хорошее платье, оригинальное очень, но немножко этого хрома, она мне и нравится, и смущает меня, знаете, такая... Спорная вещь, короче, не знаю, не знаю. Ой, ну что ж, девушки, вот такие у нас сегодня были примерки, вы уж простите меня за немножко корявые примерки, потому что я не принесла свой топ, горе-блогерка ваша забыла, забыла топ в машине, но у меня есть экскьюз, я думала, что мне машину покорябали, но казалось нет, но я так разволновалась, что даже вот забыла вообще все. Все, на сегодня все, я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, я оставляю все, потому что мне ничего не нужно, ничего не подходит, единственное, что бы я купила, наверное, девушки, это реально, да, я бы, может быть, взяла вот эти вот бобрюки, потому что они мне очень понравились, и у них хорошая цена и хороший состав, у них очень много льна, и они стоят всего лишь 20 долларов, но 12 размер мне большой, мне нужен был бы 10, возможно, что я поищу их где-нибудь в другом, в другом локейшн, если они там тоже будут на распродаже. Мне очень понравился этот жакет, такой достойный, но я хочу сказать, что мне смол нормально, но маловато, мне бы надо было бы медиум. Опять же, у меня вот такого типа жакетов очень много таких кастельных тонов, светлых, бежевых, более темных, более светлых. Так, что еще у нас? Платье оставлю, потому что, несмотря на оригинальность и такую, я люблю такое, но навряд ли я его буду много носить, вот. Все, люблю, целую. С вами была Дита из Канады, всем пока-пока, увидимся в следующем видео, bye.